Премьера от главного медиахолдинга страны на Беларусь-3 сегодня в эфире художественно-публицистический фильм «Скарына, Деля Бога и Людей». В документальной ленте объединили архивные сводки, рассуждения историков и реконструкции. Середневековые четыре серые по 26 хвилин, у которых усе основные этапы жития першедрукара. Сучасный экран площадью 200 квадратных метров и профессийное обсталявание легендарной 600-ки главного медиахолдинга краины дают махчимасте узнавить любое стагодзе. Телефильм не станет переказом биографии «Скарына». У каждой новой серии сценаристы и историки разбирают особные факты жития святника, своего рода белые плямы, которые за стагодзе застались недоговоренными. Таким чином постановочная сцена эта своего рода вырыяция на том, как в той-цей-иншей ситуации могли развиваться подеи. Махчима у «Скарынауские часы» эти моменты на угол не отбывались. Шчильный график прямых эфиров и записов у 600-цы не дозволил працавать днем, документальную тетралогию сдымали ночью. Проводник помеж эпохой и глядачом – ведучий, роли якого выкана у старшиня белтеля радоя компании. У гисторичным цикле он не просто назиральник сбоку, але и герой у постановочных сценах. Вельми складано працавать ночью. Для меня складано. Але коли я бачу, что я далека не один тут, працую и с певным натхнением коллектив, ну тут уже колиты у команде, нелька браковать и нелька робить выглядят быцемки, там станився быцемки, тут самый головный. Для заховання эпохи мостаки перепрацавали сотни литературных и мостацких документов. По вынеку у фильме и томики с «Карыны», и друкарский станок, и отповедные костюмы, наводня обходных грым и штучные накладки. У каждой серии можно зауважить обугольняльные элементы бутафоры, як символы бесконцасти, наприклад, пясочных одзинник перша друкара и кола. Специально для нового документального проекта написали саундтреки у стыле эпохи адраджэння. Есть в фильме соединение современности и прошлого. Наши ребята, мы намеренно их показываем современными ребятами, того же «Скарыну». Они одеты в джинсы, они одеты в черной майке, они только часть деталей каких-то накидывают. У экранизованных середневяковых Скарыновских падеях задейничаны актеры столичных театров. Тут як молодые вэканалцы, так и заслуженные народные артисты. Для масокки запросили студентов Академии Мастацтвау. Вольга Мядведь, агентство Теленавин.